Всем привет! Здорово пацаны! Наконец-то сегодня мы раскроем тайну секретного гаража в Купчино, который находится в общем-то не совсем в Купчино, но Купчино это же, понимаешь, это мировоззрение, а не локация. Да, Купчино появилось гораздо раньше, чем город Санкт-Петербург. Как минимум. Да, поэтому Купчино в душе. Ну и где гараж-то? Гараж находится в царском селе Пушкини. Пушкини, да. Короче, в Купчино можете не искать секретный гараж в Купчино, потому что он находится в городе Пушкин. Да, но многие пишут, раскройте уже местоположение секретного гаража, как бы хотелось посмотреть в живые на эти легенды. Скоро, наверное, все это будет возможно. Что значит скоро? Сегодня? А, ты вместо вживую? Не-не-не, парни, вживую еще надо подождать. Вживую еще подождать. Да, скоро это все будет возможно. Вот, мы находимся сейчас в помещении, это у нас... У нас, кстати, царская конюшня, потому что секретный гараж Купчино, вот непосредственно он и находится в царской конюшне. 17 века. Вау, и здесь будут строиться легенды, легенды. Царские легенды. Царские легенды, да. Здесь соберутся лучшие представители американского автопрома, немецкого. Там, помнишь, вот у нас в Зазеркалье, в секретном гараже Купчино, нынче прячется немецкий автомобиль. Там на прошлых видосах его можно было мельком видеть, он тоже будет восстанавливаться. Также будут строиться драгстеры. Ходроды. И самое интересное, будут устраиваться глобальные вечеринки, глобальные. Аукционы. И аукционы этих офигенских тачек. Поэтому, парни, кто тащится по тачкам, берегите кошельки, потому что аукционы будут интересными. И сегодня у нас великая радость, потому что в секретном гараже Купчино тепло. Тепло, да, пол залили. Залили пол, осталось совсем немножко, и мы сможем вас сюда пригласить, чтобы вы лично приехали и убедились. Ну а сегодня давай все-таки мы поговорим о легенде. О легенде, да, Шевроле нова, 70-го года, красненькая, красивая, вот сзади нас там. Красненькая, красивая, да. Сейчас мы к ней перейдем, поэтому, пожалуйста, все за попкорном, чипсами, откройте глаза и уши пошире, потому что эти автомобили на территории России не просто редки, а именно уникальны. Музыка Заглянем под капот этого зверя. Пошли, пошли, пошли. Давай, открывай. Вот оно. Ну рассказывай, кто у нас по американцам специалист. Что, что. Смайл блок 5,7-250 сил, 350-й Magnum, но он уже немножко переделанный. Нифига себе немножко. Ну, в пуске Дельбруковский стоит крышки на быстросъемах. Карбюратор какой-то новый. В Дельбрух, да, тоже новый карбюратор, там в Мексике уже его ставили. Мексиканцы? Мексиканцы, да. Я никогда не доверял. Кивы. Подожди, подожди. Когда ты говоришь о Мексике, у меня возникает вот это что. Вот это, вот это, вот это мексиканский почерк, братишь, вот стопудово. Стопудово, только они могли не опустить шланг, а вырезать кусток кастрюлю. Блин. Ну тебе кастрюлю заказывают, что. Ну да, но генератор, видишь? Генератор, смотри, да, но он тоже уже новодельный, видишь? Да, 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 скрипуха регулируемая. Крипуха, да, 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 тяга такая на плавающих. Слушай, а вот насос ГУРа, вообще были в те годы, вот 70-е ГУРы на новых, ты не знаешь? Конечно, были? Конечно, были. Ты тоже видишь, что как-то... У них кондиционеры стояли здесь в наборах. Ну здесь нет туда кондиционера, здесь нет компрессора. Ну, ну, сняли, сняли, что-то. Так, вот, фромированная. Так, подожди, а вот это тоже, это же новодельный. Ну, я говорю, что вот все вот эти вот шкивы, они мини, видишь, они стоят такие алюминиевые. Ну да, 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 да. Тюнячки, тюнячки. Выпуск тоже, вон, пауки. Ага. Другие стоят прямые. А, как это самое, катуха за... Зажигание. Ну, катуха. А, типа, сейчас, подожди, здесь не видно, я попробую поближе. Так, а, супер пауэр. Ну да. Смотри, какой смешной бачок этот. Ну, это штатный. Ну да, блин, он реально, он весь чугунивый такой. Он реально весь чугунивый с такой крышки. Штатный. О, что у нас еще? Ну, умывателя бачок, аккумулятор. Аккумулятор поменяли. Ну, вот сразу, смотри, вот сразу видно, вот в Штатах всегда хорошая погода. Реально, а бачок умывателя, пинты, короче, три пинты, я не знаю, сколько в переводе на это. Я в пинтах тоже не шарю. Реально, смотри, они как пиво. Видишь, одна пинта, две пинты, три пинты. Нормально. Кружка, кружка, одна кружка, две кружки. Да, кружками. Ну, вот аккумулятор, да, поменялись здесь были. Ну, аккумулятор, понятно, да. А, под эти клеммы, да, ага. Какая пробочка интересная. Ну, спускная, да, не надо. Так, ну, че? Что, что? Я могу сказать только одно. А может быть и не одно. Керосинович, я хочу прокатиться на этом автомобиле. Поехали. А вы хотите прокатиться на шее новой? А кто же не хочет, никто же не хочет. А мы поехали. Садись. Го. Я думаю, будет преступлением ехать. Вообще, салон не показал. Поехали, я хочу уже нормально прокатиться на тачке Hell Cars Customs. Ну, капец, вот еще сейчас это было. Ты сейчас спалил название секретного гаража вкупчина вообще. Керосинович. У тебя совести нет. Ладно, пофиг, ссылки будут в описании. На группу. Смотрите. Там более подробные фотки вообще. Всего, что есть, ну, салон. Ладно, сейчас покажем, уговорили. Солярка. Ну, вот и приборка. Смотри, чем-то на копеечную похоже. Никакого креатива. Причем пробег ты всего 100 тысяч миллионов. Какой креатив это классика? Ну, да, да, да. Классика это, смотри, за то, что даже уже, понимаешь, в те времена, в конце 70-х годов, американцы даже без зажигания у них показывал уровень топлива. Ну, да. Да, в BMW до сих пор такого нет. На всех американцах, да, старых всегда показывают уровень топлива. Ну, часики тут вот есть, часики. Вот, отличные часы без стрелок, правда. Ну, ладно, так, что еще у нас есть? Ну, что у нас есть? Ну, печка. Вот у нас печка, регулировка там. Слушай, а печка, правда, она очень сильно напоминает вот классическую печку. Так это же классика. Как в семерке, только она там наоборот. Ты запарил, ты привык ездить на X5, понимаешь, это классика. Не, 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 не надо. У меня уже были сцены. Здесь единственное, что накорчевано, это вот, как бы, да, нештатное. Ну, приборы, не, ну, так важные приборы. Так там уже и под капотом ты тоже накорчевано. Видишь, здесь вольтаж, давление масла. Подсветка. О, видишь, все работает. Все, отлично. Руль мне интересно, смотри, какой руль прикольный. Классический руль. Тоненький, тоже похож на копеечный, смотри. О, бибикает. Отлично, ну, давай. Слушай, включатель поворотников. Поворотники у нас. Не знаешь, что интересно? А, мне очень понравилось, как у них вообще вот реализованы ремни. Ремни в 70-х годах, это вообще круто. Вот попробуй пристегнуться, как ты будешь это делать, мне интересно. Это надо тянуть руки в потолок, отстегнуть ее. А здесь, как в самолете. GM. GM, да, все. Чпонь. Нормально. Нет, это, это все, конечно, злопа. Это для толстых американцев. Подожди, он регулируется. Вот, отрегулирует. Давай. Оп. А, ну все, вообще, все, он тебе четко. Давай, если мало или четко, я не знаю, вот. Слушай, по-моему, плечо сломано будет. Ну, пофиг, машина дороже стоит, чем твое плечо. Давай, заводим. Слушай, давай печку включим, холодно. Заводи Губиком. Там заслонку. Открой. Вот это? Да, да, да. А, вот ее надо в ноги, что ли? А, вообще крутяк. Слушай, подожди, а вот это что такое? Ну, это кондиционер, но у нас сейчас, как бы, кондиционер снял. Да, да, да. Ну, отлично, все, что, поехали? Подсвет. Ну, че? Че, че, да вообще, просто тачка огонь. Просто огонь тачка. Настоящая классическая американская машина. Ощущение? Подожди, нажми на газ. Чувствуешь? Чувствуешь? Просто мурлычет. Вообще, сколько? 200, 250 сил. Причем, это же низкооборотистая тема. Вот эта вот американская. Да, да, да. А жрет любое топливо. Не, на самом деле, вот эти ощущения, их не передать словами. Нужно просто сесть за руль и прочувствовать всю прелесть этого легендарного американского автомобиля. Братиш, пусти меня. Пусти меня, пусти меня за руль, я хочу. Ты не достоин этого автомобиля, у тебя есть BMW. Да, BMW говно, я согласен. А че ты себя ведешь как BMW? Не, ну все, ну не начинаем. Между прочим, у тебя в этом самом Гелетвагене мотор от BMW, так что ты точно такой же BMW, как и я. Так что давай, ну пусти меня порулить-то, ну, я хоть раз в жизни шевиновый. Не надо вот сейчас такое лицо делать, как у Вина Дизеля. Типа давай, давай. Драйв. Клип такой, помнишь, был? Она не на нем ездила, не помню, как звали певичком. Не помнишь? Нет. Ну а? Нищебрат какой-то на Логане. Блин. Ну что, как ощущения? У меня ощущения первое, она нифига не рулится вообще. А ей этого и не надо. Реально. Блин, у меня, я не знаю, у меня нет слов. У меня такое чувство, что я вот сейчас, сейчас все должно стать черно-белым. Я должен оказаться в каком-то, знаешь, таком американском старом кино. Мне нужна шляпа, солнечные очки. Я не хочу ехать на ней по Америке. Гавайские шорты. Гавайские шорты. И мне кажется, вот на этом автомобиле нужно, знаешь, где-то ехать вот по нижней трассе Приморского шоссе. Вот реально, понимаешь? Вот где-то туда, где-то туда. А эта, она уже не нужна в Америке. Но вот здесь это реально классическая тема просто. Офигенная. И пусть у нее даже немножко дубовая подвеска. Но зато, когда мы вот сейчас попадаем в пробку, все вообще, вот все будут на нас смотреть. И даже вот те черти, которые едут на С-классах, на рейндж-роверах, они все равно будут открывать свои рты и смотреть на душевину. Да. Это очень круто. Обладать этим автомобилем, это, она должна быть даже не вторым автомобилем в гараже. Это третий, четвертый автомобиль. Ну, я не знаю вообще, но кайф, который она вообще дает, это космическое тема. Она того стоит? Она того стоит, да. Слушай, там впереди пробка, давай развернемся. Слушай, я не хочу на этом автомобиле стоять в пробках. Он для этого не предназначен вообще, абсолютно. Поэтому мы разворачиваемся сейчас опять. Ну что, Солярис, ты уступил должен. Видишь, папа едет. Вообще. Совести нет у людей. Ты послушай вот этот звук. Секас. Вау. Тачка конца 70-х годов. Коробка, автомат, три передачи. Щелкает просто космос. Ваши 7G-троник, вообще, современные. Мерседесы. Да, 7-ступенчатая коробка, которая толку, по-моему, вообще ноль. Здесь, да, трехступенчатый автомат, который развивает, по-моему, гораздо больше. Слушай, интересно, а сколько она жрет? Я думаю, где-то литров 25, наверное. Ну, с другой стороны, вот для такого... На самом деле, никогда не должен быть волновать расход людей, которые владеют... О, она, кстати, жесткая такая вообще. Которые владеют, в принципе, старыми американскими автомобилями. Никого расход никогда в жизни не должен быть волнователем. Это вопрос, и сколько она жрет. Блин, вообще, ураган какой-то поднимается, надо в секретный гараж возвращаться. Не хочется, чтобы тачку испортить. Вообще, когда я тебе хочу сказать последнее... Он уже не секрет. Да, да. Ну, и, кстати, ты спалил, да. Hellcars Customs, все ссылки будут в описании. И вот сейчас интересная тема. Мне кажется, здесь уже пиндосы тоже над этим поработали. Но, мне кажется, с подвеской на стоковой нове, она будет, ну, помягче, чем здесь. Ты, по-моему, увлекся за рулем уже, не? Ладно, ладно, я понял. Тебе сейчас не хватает белой футболки и креста. И реально закатать тебя вообще, как в шарик, грубый. Вот ты точно будешь что-нибудь в солярке. Про образ вино-дизеля. Ну, да. Еще на чарджер посадить, да? На чарджер, да, высадить, да. Ну, слушай, я не знаю, но в эту тачку мне более чем нравится. Это не хочу сказать. А представляешь, как... Более чем, чем Гелендваген? Как минимум, более чем, чем Гелендваген и более чем, чем BMW, ну и так далее. А представляешь, как черный на закисе поедет? Ну, вообще. Анонсирую следующую историю. Дело в том, что дальше мы поедем. Не сегодня, потому что погода портится. Вот уже дождик. И мы практически уже приехали в секретный гараж Купчино обратно, который, как выяснилось, все-таки в Пушкине. Так вот, в следующий раз поедем на Бьюрике с красивым белым кожаным салоном перешитым. Обязательно все покажем. Ну, а потом будет еще одна черная нова. Но она уже именно заточена под драк. Там совершенно другой мотор. Там стоит система закиси азота. Всю эту историю мы покажем и расскажем. Да, и более того, есть еще один маленький секрет. Вот мы сейчас едем на первой нове, потом будет Дюйк и черная Chevrolet Nova. И одна из этих машин будет продаваться. Значит, напишите в группу ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. Мы еще расскажем еще об одном проекте, который вот-вот скоро уже начнется. Это постройка ход рода. О, ну ты вообще... Ford Eiffel 1939 года. Ты вперед-то забежал, понимаешь? Мы сейчас с нашими тачками разобраться не можем. Ладно, хорошо, я понял. Я понял, нас ничего не останавливает. В общем, так, ребят, значит, одна из этих машин будет продаваться. Это очень важно. Запомните эту информацию. Будет аукцион после открытия секретного гаража в Купчино. Кстати, я думаю, что где-то через месяц уже будет все готово. Да, ну там уже... Будет супер-мега-флати. В следующей серии, я думаю, мы уже более подробно расскажем. Да, кстати. Непосредственно об открытии. Что, где и как будет происходить. Какое же такое же пати устроим, как возвращение легенды? Помнишь, когда потом многие наговорили, что это напоминало притом в Таиланде? Ну ладно. Так, в общем, все. Все ссылки в описании на группу. Одна из этих тачек будет продаваться. Делайте предположения. Вот. Ну и скоро все узнаете. Подписывайтесь, ставите палец вверх. Да не, не подписывайтесь, не ставим лайк. А, да, отписывайтесь от канала. Вообще не смотрите. Да, не смотрите больше никогда. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok